Поэтому надо изучать, что такое жизнь. Веда объясняет, что есть два направления жизни. Одно направление — это иллюзия, когда человек живет теми идеями, мечтами, которые не приводят его ни к чему вообще в жизни, просто пустая жизнь. Как протекает пустая жизнь? Человек живет тем, что показывает ему мир. Вот мир показал ему, допустим, на работу надо устроиться, и он этим живет. Мир показал ему, дом надо купить, и он этим живет. Ребенка надо воспитать, и он этим живет. Это называется пустая жизнь в иллюзии. Знаете почему? Знаете почему пустая? Потому что если бы мы вот взяли просто и не думали об этом, то было бы то же самое. Приходит время, рождается ребенок. Приходит время, строится дом. Приходит время, человек идет на работу. Приходит время, он помирает. Ну, тело помирает. Все. Ради чего живем-то? Ради того, что уже делается само собой. Веды говорят, что это делают силы природы все эти вещи. Человек не может раньше времени заработать больше денег. Приходит время, он зарабатывает. Не приходит, не зарабатывает. Невозможно. Желание заработать больше денег не увеличивает количество денег. Как некоторые думают, я хочу больше заработать, значит, будешь больше денег. Нет, это не работает система так. Потому что больше денег становится от благочестия человека. Теперь что такое благочестие? У нас внутри есть хорошая судьба, есть плохая судьба. Как действует хорошая судьба? Хорошая судьба, она соткана из поступков бескорыстных. Допустим, я хочу добро творить людям. У меня увеличивается благочестие, значит, судьба для меня творит добро. Я хочу что-то делать для себя, то судьба, мое благочестие тратится от этого и способность иметь становится меньше. Теперь вы скажете, но по факту-то происходит все наоборот. Если человек стремится к деньгам, он становится богатым. А если человек не стремится к ним, то тогда он и становится богатым. Так? Вот смотрите, интересно знать, что есть природа человека, допустим, природа человека зарабатывать деньги. Это его природа. Он там в этой сфере живет. Там просто протекает его жизнь. Это одно. Но если в этой сфере он очень сильно устремлен к деньгам, он не может от них оторваться. Он слепнет от них. Вот представьте, человек очень сильно хочет денег. И ему показывают бумажку. И он как осел за ней идет. Он заработает, нет? Его самый простецкий бизнесмен обдурит. И он потеряет все. Почему? Потому что он сильно хочет заработать. Вот интересно знать, что когда бизнесмен действует по своей природе, он трудится. Но цели у него благородные в сердце. Это дает возможность не привязываться к деньгам. Означает, он трезво заключает сделки. У него четкое понимание, с кем заключает, с кем нет. Но если у него картинка сильно заплыла, вот желанием иметь деньги, все рушится тогда в его жизни. Видите, стремление чрезмерно к деньгам делает человека нищим. Если вы хотите посмотреть, кто больше всего хочет денег, идите на улицу и посмотрите. Люди, которые на улице стоят вот так вот рукутянок, они больше всего хотят денег в жизни. И они поэтому меньше всего их имеют. Поэтому смотрите, веды утверждают такое правило, что счастье человека материальное зависит от благочестия. Благочестие человек получает в результате бескорыстных дел. Поэтому для того, чтобы иметь счастье, надо от него отвлечься, по факту. Веды говорят, что счастлив тот, кто забыл про свое счастье. Допустим, девушка хочет замуж. Она думает постоянно о том, что я хочу замуж. В результате она красивее становится или нет? Нет. Лицо сопнет. Хочет замуж. Ой, ты дурочка моя, труба дурочка. Да чего же исхудала фигурочка. Она не может обратиться к врачу. Ничего я не хочу. Ну то есть, видите, чем больше хочешь замуж, тем меньше шансов. Опять же, если хочешь сильно замуж, кто-то встретился, быстрее с ним в постель. Почему? Чтобы не потерять. А как раз все наоборот. Если с мужчиной прыгнуть в постель быстрее, ты ему неинтересно становишься. Он тебе пинкает и до свидания. Для того, чтобы выйти замуж, надо остраняться от мужчин. А для того, чтобы не выйти, надо быть поближе к ним. Видите, все наоборот действует. И поэтому все объекты этого мира, веды объясняют, они имеют одну и ту же природу. Чем больше ты к ним привязываешься, тем больше они тебе приносят страданий. У меня есть один знакомый, он очень сильно хочет жить на природе. И у него есть квартира. И он ко мне подходит и говорит, когда мне можно начать строить свой дом на природе. Я говорю, успокойся, развейся немножко там, устойчиво живи, чтобы зарплата была нормальная. Постепенно у тебя когда средства будут, ты постепенно начнешь строиться. А вот средства с этой квартиры потом тебе в конце помогут. Он не послушал меня, взял, быстро продал все. Начал строить, не рассчитал деньги и ничего не построил. Без крыши жить невозможно. В доме без крыши жить невозможно. Так? Тем более там отделки нет, ничего нет. Просто, ну, говорит, не рассчитал. Так ты, понятно, что ты не рассчитал, ты никогда не рассчитаешь. Потому что ты слишком быстро захотел. Причина заключается в том, что человек должен жить для другого. Вот все, что происходит в нашем мире, показывает нам, что цель жизни другая. Смотрите, Веда объясняет. Если человек бежит за счастьем, счастье от него убегает. Если человек счастье дает другим, оно за ним идет. Допустим, смотрите, Золушка, да? У Твеева эта сказка «Золушка». Она всегда служила всем. Хорошая девочка. Но ее же мучили, эксплуатировали все. Сдевались над ней. Она так облыбалась, служила всем. Ну, так Золушка себя вела. То есть она о всех заботилась, любила всех. Какой результат? Вышла за принца. Хорошо, вы скажете, что это сказка, Олег Геннадьевич. Давайте проверим, сказка или нет. Вот, допустим, у вас фирма, да? Вы хотите себе сотрудника, который всем будет служить, о всех заботиться, о себе не думать? Хотите такого сотрудника? Или нет? Кто не хочет, поднимите. А, хорошо. Второй вопрос. Хотите вот такого, чтобы он пришел на понтах к вам? У меня три образования, давайте мне зарплату. Я сейчас вам покажу, как надо работать. Такого хотите, нет? А какие приходят? Ну, какие мы такие приходят. Закон кармы же мы с вами обсуждаем, да? А ко мне вот такие, как Вячеслав, приходят. И другие тоже приходят. Но это означает, что у меня там тоже что-то есть. Я с этим разбираюсь. С этим вопросом. Итак, смотрите. Я к чему вам пытаюсь что объяснить? Что самое высшее, что существует в нашей жизни, и самое главное, это духовная жизнь. Что такое духовная жизнь? Это жизнь, которая отстранена от этих всех целей. Хочу замуж. Хорошо, расслабься. Начни заниматься духовной практикой. Почему? Потому что ты начнешь ей заниматься, и ты получишь себе по судьбе хорошего мужа. Когда получишь? Когда придет время. А может быть и раньше, если будет милость на то высших сил. Печально как-то, Олег Геннадьевич. Вот так вот здесь ничего не сделаешь. А хочется чего-нибудь такого, земного, земного, да? То есть, желания одни у нас в жизни, а жизнь по факту совсем другая. То есть, что такое внутренняя жизнь? У нас сколько осталось до конца лекции? А? Полчаса. Вот пора об этом поговорить. Смотрите. Личная жизнь означает очень глубокие отношения. Очень глубокие отношения. Эти глубокие отношения, они ближе всего к душе. Так? Ближе всего к душе. Любовь – это самое главное свойство души. Самое главное свойство души. Поэтому личная жизнь или близкие отношения, они очень труднодостижимы в атмосфере, в которой их попирают с помощью того, чтобы их схватить. Допустим, жена подходит и говорит, разговаривай со мной нежнее. Это любовь, с одной стороны, да? Но так как это близкие отношения, они попираются эгоизмом в этом случае. Поэтому это невозможно. Почему? Потому что любовь возможна только в атмосфере, в которой никто никого ничего не просит. Понимаете? Нет требований. Требований нет никаких. А тебе же хочется, вот женщина, она хочет любви. Она ради этого родилась. Она уже получила мужа. Вот он уже, как бы, уже, вот твой уже, все. Сейчас будет любовь. А он, гад, такой нежный, не разговаривает. И единственное, что нужно просить просто его смиренно. Разговаривай со мной нежнее. А он еще и хуже разговаривает. Потому что любовь не возникает от того, что мы ее требуем. По факту, смотрите, любовь это просто энергия. Любовь это результат служения. Вот смотрите, есть энергия служения. Когда она включается, то увеличивается любовь. Причем сначала она увеличивается на внутреннем плане. Что такое внутренний план? Мне хорошо с тобой. И в снегопад, и в дождик проливной. То есть, снаружи что происходит там? Увезу вас дальний край. Шалаше мне с вами рай. Ну, то есть, смотрите, внутренний план означает, чтобы снаружи не было там шалаш, там, или дождик проливной, или гроза, там, или квартиры нет. А внутренний план хороший, то есть, люди чувствуют счастье друг с другом. Это внутренний план называется. Но вот то, что я сейчас спел, это внутренний план, который от человека не зависит. Веды говорят, что у нас внутри, в сердце, есть высшая истина. Веды называют ее личностью. Как бы ее представительство в сердце, то есть, вот этот шарик, в котором душа находится, сзади нее находится личность Бога. Личность, это личность. То есть, личностные отношения, которые мы хотим строить с людьми, с остальными, они возможны только в одном случае, если мы поймем, что такое энергия личностная. Эта энергия, она имеет самую тонкую и глубокую духовную природу. Именно эта энергия, она дает настоящее глубокое счастье. Но мы по факту очень личностно относимся только к себе самому. А другие для нас, это просто объекты удовлетворения наших потребностей, и все, другие люди. Это так, на самом деле, вот и есть. Вы скажете, Олег Геннадьевич, я не такая. Ну, а какая ты? Что ты, прям, сильно понимаешь потребности мужа? Допустим, он приходит с работы, ты думаешь о том, что он устал? Ты думаешь о том, что он задержался на работе? Гад такой. Должен прийти был раньше, а пришел позже. Вот это то, что по факту происходит. Или мужчина думает, а я жену свою понимаю. Ну, хорошо, если ты ее понимаешь, тогда оставь ее в покое, не воспитывай ее. Что женщину воспитать невозможно. Она не меняется. У нее, смотрите, у мужчины, у него, у него внутри стержень какой, соткан из энергии знаний, то есть постоянные перемены. Он лучше становится, мужчина, он меняется. А снаружи он, как дерево твердое. Внешне он, кажется, не меняется, а внутри он меняется. И приходит время, муж становится лучше. У него, как бы, меняется характер. Женщина не меняется. Она вот такая была, такая осталась. Она может чище стать, очиститься. Но она вот, ее природа остается такой же. Поэтому женщину, мужчину любят воспитывать. Воспитывать-то себя надо. Потому что ты же меняешься. Вот и воспитывай себя. А женщину надо принять. Ее не надо воспитывать. Мужчине тяжелее всего принять. Потому что это не мужское, не мужское свойство принимать. Женщина может принять. Это женская энергия принимать. Но мужчине надо жену принять. Как ни странно. Видите, отношения состоят из противоположностей. Они невыносимы, отношения между мужчиной и женщиной. Для эгоистичной жизни они невыносимы. Поэтому, если человек хочет жить для себя в семейной жизни, он просто убивает свою судьбу. Они невыносимы. Потому что женщина, когда живет для себя, она что делает? Она не отдает любовь, а пользуется ей. Она требует любви от мужа. А у нее нет любви. У мужчин нет любви. Женщина. У мужчин нет любви. Тю-тю. Знания. Вот то, чего не хочется. Вот женщина не хочет, чтобы ее воспитывали вообще. А вот это есть у мужчин только. И все больше тюни. Они могут научить. Любви у них нет. Но если женщина служит мужу, она наполняет его энергией любви. И так как мужчина, сердце благодарное, потому что оно нуждается в любви. Мужчина, женщина, потому что нуждается в любви. Она сразу же отдает мужское сердце столько, сколько женщина в служении отдала. Но когда мужчина, женщина требует любви от мужа, она тянет жилы из него. У него нет любви, она высасывает из него все. Он звереет просто. Начинает ее бить, мучить, орать на нее. Почему? Потому что он звереет. Она от него хочет того, чего у нее нет. Теперь, у женщин нет знания. Мужчины, у женщин нет знания. Нету тю-тю. Это значит, что бесполезно от них что-либо требовать. И что такая дура? Она женщина. У нее есть любовь, нет знания. Менять бесполезно. Ты что, я такой будешь истеричный всю жизнь? Совершенно верно. Если ты будешь всю жизнь требовать, чтобы она изменилась, она всю жизнь будет тебя мучить, тебя мучить. Если ты перестанешь ее менять, она будет дарить тебе любовь. Какую любовь, такую, какая она у нее есть. Ту любовь, которая у нее есть. Вот какая у нее есть, любовь, такая будет давать. Все. И это хорошо. Если ты перестанешь ее мучить, обучать. Итак, смотрите, идея в чем заключается? Эгоистическая жизнь никогда не поможет. Она всегда приводит только к поражению. Эгоистическая жизнь означает, я хочу быть счастливым. Забудь об этом. Это невозможно в этом мире. Этот мир не соткан для счастья. Он соткан для экзаменов. Поэтому в этом мире человек должен забыть про себя и начать жить так, как положено. Означает служить. Вот эта энергия служения, то есть способность служить или забыть про себя, оставь свои заботы, падения и взлеты. Пойми, что эта жизнь не детская игра, а если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Понимаете? То есть идея в чем заключается? В том, что вот эта энергия служения, она недостижима в этом мире. У нас ее нет, потому что мы внутри имеем природу хватать жить для себя. Вот ребенок маленький рождается, первое, что он делает, ему что-то даем, если пытаешься взять, ну, то есть все, мы с этим родились, понимаете? То есть хватать, у нас есть хватать способность. Девочка маленькая, допустим, я сейчас лечил, уехал, лечил маленькую девочку, такая симпатичная, она приходит, такая, ну, лечиться ко мне, то есть маленькая девочка, там ей сколько, четыре годика, и такая она уже так раз. А я знаю, как вас зовут. Вас зовут Олег Геннадьевич. Маленькая девочка совсем и уже как бы она наслаждается энергией любви. Но так как она маленькая, она все искренне делает, поэтому ее все любят. Вот если бы у нее были тайные желания какие-то, она пришла такая, я знаю, как вас зовут. Уже взрослая такая. То есть есть желания уже, она знает, зачем она это делает. Та маленькая девочка, она просто как бы, она спонтанна, то есть она просто счастлива от того, что она имеет энергию любви, и она искренне говорит, Олег Геннадьевич, я знаю, как вас зовут. Вот все. Но взрослая девушка, если она приходит, на прием, я знаю, как вас зовут, есть цель, это уже эксплуатация энергии любви. Другая вещь. И она противна по своей природе. Противна. Я маленькую девочку эту лечила, а эту взрослую, если бы она так пришла, объявит правила, сказал, знаешь, до свидания. если хочешь лечиться, если хочешь лечиться, приходи лечиться. лечить. И так, смотрите, внутренняя жизнь возможно в атмосфере служения, невозможно без этой атмосферы. причем интересно знать, что если один человек находится в атмосфере служения, а другой не находится в атмосфере служения, то личная жизнь возможна. Возможно. Только в том случае, если тот человек, который находится в настроении служения, эту личную жизнь строит больше всего с Богом и потом на втором месте с близким человеком. Труднодостижимая вещь, то, что я сейчас сказал. Практически невозможно понять. Люди не могут понять, как это строить отношения с Богом. Ну что это? Его же не видно, не слышно. Как с ним отношения можно строить? Так вот, знайте, что его не видно, не слышно, но он самый близкий. Когда женщина плачет в отчаянии, одна сидит и плачет, хочу замуж, надоело быть одной. Кому она плачет? Задумывались? С некому плакать? С чем тогда плакать? Почему она плачет? Не задумывались никогда? Человек может чувства глубокие проявлять только кому-то. Он не может в пустоту плакать. Понимаете, мы с этой личностью вот здесь в сердце всегда общаемся. мы ей говорим свою злобу, высказываемый, гад такой, я его ненавижу. Кому мы говорим? Ему. Мы ему как бы жалуемся на то, что у нас плохая жизнь тоже. Он ничего не может сделать, потому что в этом мире работают законы кармы. он не может поменять, он не может дать женщине мужа, хоть он знает точно, что ей нужен муж, не может, потому что есть такой закон. Она бросила в прошлой жизни жену, теперь осталась одна в этой жизни. Все, ничего не сделаешь. Этот закон кармы, он не преклонен, но есть одно но. если эта женщина забыла про себя и начала о всех заботиться по-женски, накормила птичку голодную, накормила бабушку несчастную, там позаботилась обо всех, то это значит, что вот эта личность, которая там внутри сидит, она ей даст удачу. Вот что такое удача? Это уже божественная энергия. Она не зависит от того, какая карма у человека. И эта удача возможна, если мы живем правильно. И ведать такая жизнь называется так, когда человек начинает, забывает про себя и начинает служить, 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 лотос удачи восходит в его сердце. Лотос удачи. Это означает, что его жизнь встает под защиту. я вас предупреждаю, что так будет. Итак, очень важно знать, что это является главным в нашей жизни. И очень важно знать, что вот эта энергия служения, она недостижима, человек не может ее получить сам. мы не можем бескорыстными быть просто потому, что мы захотели быть бескорыстными. Вот попробуйте, я хочу, допустим, что-то сделать, пожертвовать кому-то. Пришел, пожертвовал, потом пошел, зря пожертвовал. Пришло, оно само пришло, я не ждал как бы этого всего. Я хотел со всей силы, но не получилось. Знаете почему? Потому что этот мир соткан из корысти. Здесь все, вот смотрите, растения живут для себя, растут. Один другого поедает здесь. Мы питаемся кем? Другими живыми существами и их тонким телом мы питаемся. Так? Вегетарианцы как бы питаются менее развитой жизнью. Те, кто едят мясо, более развитой жизнью. Но по факту и те, другие питаются жизнью. Так? В этом мире все соткано из корысти. Просто есть больше корысти, есть меньше корысти. Но по-любому, что жить, здесь надо что-то делать для себя. Понимаете, о чем я говорю или нет? И это давит на нашу судьбу. И это делает нас несчастными здесь. Я вам сейчас не свое рассказываю, а то, что в древних писаниях мудрецами великими написано. Понимаете, сейчас люди делают докторские диссертации, они это делают в корыстном настроении, чтобы прославиться, чтобы заработать там и так далее. А те люди, они писали в настроении и служении. Это очень важно и ценно знать разницу. Священные писания, они неуничтожимы временем. Пять тысяч лет назад это было написано и пришло до нас. Вот сейчас очень куча теорий всяких книжек. Все эти книжки уйдут в унитаз через пару десятков лет. Вот сейчас мои книжки там посмотрите. Через пару десятков лет они а веды останутся. Вот то знание ведическое, которое было изначально, оно останется. Почему? Потому что оно написано чистыми, бескорыстными мудрецами. Это знание имеет вечную природу. Оно непотопляемо, неуничтожимо временем. И там эти чистые, бескорыстные мудрецы описали метод, с помощью которого человек может победить свою судьбу несчастную. Самые большие страдания человек испытывает в личной жизни. И поэтому личные отношения являются самыми важными. Веды говорят, что первое, с кем мы должны установить личные отношения, это с теми людьми, которые достигли святости. Что значит, они достигли святости? Это значит, что они забыли про себя. Это значит, что у них нет вражды никому, нет злобы. Одна женщина меня спросила, вот мой наставник в письме, тоже на Леодораде у нас спросил, в письме, вот мой наставник, он иногда саркастически относится к другим людям. Я ответил, что это не наставник. Потому что наставник это тот, кто уже не имеет сарказма в своем сердце. Все. У него только чистое чувство к людям, другого чувства нет. Понимаете, святость означает, что человек избавился от восприятия других людей как плохих. Он видит и в них суть, самый корень. Корень человека это чистота. Каждый человек имеет это в своем корне внутри себя. И настоящий мудрец, он видит суть людей. Он не смотрит поверхность на них. Это означает, что он видит в них самое лучшее и поэтому с ним можно устанавливать самые лучшие отношения. Почему он видит в людях самое лучшее? Потому что им от них ничего не надо. А наставнику от людей ничего не надо. Он черпает удовлетворение в отношениях с высшей истиной, которая находится прямо там внутри нас. И удовлетворение можно только исчерпать в том случае, если ты беззаветно ей служишь этой истине. Как высшей истине служить в своей жизни? Надо жить честно, учиться опять же с ее помощью, потому что сам не проживешь честно. А с ее помощью можно попробовать и станет потихоньку будет получаться все больше и больше. Дальше надо любить, учиться. По факту даже люди, которые встают на этот путь, они еще не до конца понимают, что такое любовь, но они поймут, потому что они идут правильным путем. И так, когда даже человек встал на такой путь, путь служения, понимаете, он добывает энергию служения и отдает ее другим, потому что ее, эту энергию сам не выработаешь из себя, она приходит в сердце человека в процессе отношений с Богом. Веды объясняют, что Бог недоступен для нас, потому что мы с ним не можем сами построить личные отношения. Личные отношения это глубокие отношения веры, чистоты, верности и бескорыстия. Вот попробуйте сейчас кому-то относиться немедленно, чисто, верно, бескорыстно и глубоко. Можете, нет? Кто может? Кто? Поднимите, кто сказал? Руки никто не поднимает. Стесняется. Я бы попросил сейчас ко мне так относиться. Вы бы увидели, что это невозможно. Просто невозможно. У нас нет этого внутри. Но если человек, смотрите, строит отношения со святым человеком и смотрите, какие отношения строит. Он им говорит, мне надоело своя, моя, глупая, никчемная жизнь, в которой я постоянно терплю одни неудачи. Я хочу жить твоими советами, твоей жизнью, твоими законами, твоей судьбой. Вот когда человек так говорит, то тогда по закону судьбы, по закону, который существует в этом мире, его жизнь, его наставления, его советы переходят вот сюда. И сразу мир совсем не тот, и сразу солнышко встает, то есть человек начинает чувствовать необычное чувство у него возникает в сердце. Того, что он искренне принял старшего в своей жизни. конечно же, мы не можем принять старшего сразу, который живет на этой земле, потому что это большая удача и большая милость. Записки, наверное, завтра утром, да? Я так понимаю. Мне надо просто сейчас подготовить, объяснить, как дальше будет. У нас практика пойдет, мы будем желать всем счастья, мне надо это объяснить. Глубокая вещь очень. Правильно. Спасибо.